Здравствуйте! В эфире главные новости Крымского района. 25 октября день таможенника, а 27 работники автомобильного транспорта отмечают свой профессиональный праздник. Чем еще запомнится уходящая неделя корреспондентам телерадиокомпании Крымский экран, расскажем я, Наталья Харламова и мои коллеги в итоговом выпуске новости 24 Крымск. И вот лишь некоторые его темы. Бомба вместо сиренады, отвергнутый Ромео, заминировал автомобиль. Парад ко дню рождения, кубанские казаки в Крымске. Кто готов к эксперименту? Новый сезон модной программы. Уходящая неделя войдет в историю Крымского района. 25 октября в торжественной обстановке было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между двумя муниципальными образованиями – Крымский район и Темрюкский. Это первые шаги по созданию условий для установления и развития социально-культурных связей между районами на принципах равенства и партнерства. Подписывается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между муниципальным образованием «Крымский район» и муниципальным образованием «Темрюкский район». Со стороны муниципального образования Крымский район соглашение взаимодействия и сотрудничества подписывает первый заместитель главы муниципального образования Крымский район Юшко Андрей Владимирович. Со стороны муниципального образования Тимрюкский район соглашение взаимодействия и сотрудничества подписывает глава муниципального образования Тимрюкский район Василевский Иван Николаевич. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между муниципальным образованием Крымского района и муниципальным образованием Тюрюкский район подписано. Подробную информацию о церемонии в отписании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между муниципальным образованием Крымский район и муниципальным образованием Тюрюкский район смотрите в следующем выпуске новостей. Страшная трагедия произошла в Рязанской области. На полигоне Струги Красный и под Псковом взорвались шесть военнослужащих ВДВ. Пять курсантов выпускного пятого курса и один прапорщик. Среди погибших в наш земляк житель города Абинска Максим Никитин. Тему продолжит Наталья Корня. В результате взрыва под Псковом погиб житель Краснодарского края. 22-летний курсант Рязанского училища ВДВ Максим Никитин жил и родился в Абинске. В школе, где он когда-то учился, объявлен траур. Военный полигон в Рязанской области расположен недалеко от поселка Струги Красный. Трагедия произошла в 7 вечера 22 октября. При взрыве артиллерийского боеприпаса погибли шесть человек. Все они возвращались из отчетных стрельб. Среди них наш земляк Максим Никитин. Парню было всего 22 года. В 2008 году Максим окончил Абинскую среднеобразовательную школу номер один. Директор школы, учителя и соратники погибшего до сих пор не могут прийти в себя. Есть такие ученики, которые запоминаются всю жизнь. Вот чем запомнился Максим. Поначалу мы знали Максима как человека, увлеченного историей, обществознанием, физикой. Он ходил на олимпиады муниципальные, побеждал на краевых олимпиадах. Участвовал в разных турнирах, брейлингах, по кубановедению. То есть человек, который как бы готовил себя к науке. К тому, что он будет заниматься наукой. Мы так и думали, что Максим закончит 11 класс и поступит в университет и станет ученым. Однако неожиданно для всех по окончании 11 классов Максим поступает на учебу в Рязанскую школу ВДВ. Вспоминая своего ученика, Людмила Анатольевна говорит о нем только хорошее и доброе. Молодой человек был душой компании, участвовал во всех школьных мероприятиях. Неоднократно проводил уроки мужества в младших классах. Я была удивлена. 11 класс, у меня из класса никто не пошел в военное училище. То есть интереса такого профессии военного, казалось бы, детей не должно было быть. Но он так рассказывал о своем училище, так рассказывал об армии, так рассказывал о русском офицере, что дети сидели, открыв рот, слушали его. В школе, где учился юноша, есть кабинет истории. На одной из стен – лавка древности. Это Максим сам изъявил желание помочь мне в реставрации помещения, говорит учитель истории Галина Энпина. С родственниками погибшего десантника сейчас работают психологи. Гражданская панихида состоится в субботу. Максима Никитина похоронят на родине в Абинске. Наталья Корни, Анатолий Машухин, Новости, 24 Крымск. Александр Ткачев призвал активнее проверять рынки в городах и районах края. Это особенно важно с учетом событий в Бирюлево, отметил губернатор на Краевом совете безопасности. Особое внимание губернатор уделил легальной и нелегальной миграции. Подробнее в репортаже моих коллег. Краевой совет безопасности начался сегодня с минуты молчания в памяти погибших в теракте в Волгограде. Эта трагедия – сигнал в том числе и для нас, сказал Александр Ткачев. Нужно задуматься и быть всегда на чеку. В связи с этим губернатор дал поручение всем главам муниципалитетов и правоохранительным органам предусмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности кубанцев. Главной же темой нынешнего совбеза вновь стала незаконная миграция. Угроза для России вполне реальная. Это показали недавние события в Бирюлево. Подобный сценарий может повториться где угодно. В Краснодарском крае за борьбу с нелегалами взялись еще несколько месяцев назад, заранее зная, что из малой искры может разгореться большой конфликт. Рейды сотрудники УФМС, полиции и казачества проводят на всей территории Кубани. Но о наведении полного порядка пока говорить рано, замечает Александр Ткачев. Так называемых «горячих» точек на карте еще хватает. Обращаюсь к главам муниципалитетов, уделить особое внимание нашим рынкам. Наведите там порядок, в конце концов. Некоторые чуть не срослись у нас уже и криминал, власть, торговля. Это недопустимо. Готовьтесь, в ближайшее время мы приедем к вам с проверками. Заодно и посмотрим, как вы решаете проблемы незаконной миграции. Учтите качество вашей работы, я буду в том числе оценивать по этим показателям. Это все находится недалеко от нас, на больших крупных рынках, в Краснодаре, в больших городах, где там черт нового сломает. Там мы прекрасно понимаем и наркотики, и все в черную, без налогов. И эта грязь, она существует в наших городах, в наших поселениях. Реальная грязь. Кто это контролирует, кто за этим стоит? Ниточку начнем распутывать, дойдем до всех. И постепенно, в течение трех-шести месяцев, рынок за рынком, будем смотреть, будем анализировать, мониторить ситуацию, и, конечно, принимать самое радикальное решение. Будьте готовы к этим. Но если увидим крышу, которая представляет собой власть или погоны чьи-то, имейте в виду, пощады никому не будет. Не секрет, что работают на рынках в основном иностранные граждане порой незаконно. По краю только по официальным данным растворились порядка 60 тысяч мигрантов с просроченными разрешениями на трудовую деятельность. Зачастую укрывают нелегалов предприниматели, которые их же нанимают на работу. Живут иностранцы в антисанитарных условиях и получают копеечную зарплату. Безнаказанность порождает новые нарушения. Пока не так много бизнесменов, которые заплатили миллионные штрафы за привлечение к работе незаконных мигрантов. Наложено штрафов на сумму 171 миллион 868 тысяч, в том числе на должностных и юридических лиц 81 миллион 542 тысяч рублей. Взыскано 27 миллионов. То есть решение принимается, но, к сожалению, служба, отвечающая за взыскание, надеюсь, она сегодня объяснит такую работу, взыскала только одну треть наложенных штрафов. А в связи с событиями в западном Берелево, Александр Николаевич приводил пример, необходимо организовать особо тщательные проверки всевозможных оптовых баз, которых в крае насчитывается 3370. Если руководитель этих баз привлекает к труду мигрантов, нужно принять самые решительные меры по пресечению нарушений миграционного законодательства. Почему работа с предпринимателями ведется вяло, а штрафы за нелегальных мигрантов незначительные в УФМС вновь жалуются, не хватает сотрудников, а штат обещают увеличить только в новом году. Поэтому и борьба с незаконной миграцией идет не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, мешают деятельности и другие причины, но их озвучил уже главный прокурор края Леонид Корженек. Выявлена нами фирма «Сатурит», зарегистрированная в Темрюке, по ходатайству которой выдано 35 разрешений на работу высококвалифицированных специалистов граждан Китая. Однако фактически предприятия не существует, единственный учредитель и директор в этом крае не зарегистрировал. Как же мы выдаем? И мы сейчас скажем, да, законно выдавали, да, вроде это есть, но куда? Какие 35 квалифицированных китайцев в Темрюке? Что они там будут делать? И заработная плата, у которых миллион, два миллиона, должно быть в год. Вот и коррупционная составляющая, и безразличие, и прикрывать. Иногда прикрываемся закон. Да, закон есть, но надо его правильно, вдумчиво, объективно исполнять. Губернатор уже не раз подчеркивал, крайне против трудовой миграции, но все должно быть в рамках закона. Ежегодно на территорию региона приезжают подмиллионы иностранцев. Едут не только заработать деньги, но и в будущем закрепиться. Для этого вступают фиктивные браки с местными жителями. На это тоже сегодня просили обратить внимание руководство Краевой миграционной службы. Растет и число преступлений с участием мигрантов. В этом году уже зарегистрировано более 900. И большинство – это тяжкие грабежи, разбой, изнасилование и убийства. И это пробел в работе полиции. Есть вопросы у губернатора и к Роспотребнадзору. Мигранты, работающие на рынках, не имеют медкнижек. Более того, на территории региона уже выявлено 126 иностранцев, носителей опасных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, сифилис и туберкулез. Причем, как выяснилось, чтобы найти таких наемных рабочих, без медстраховки и соцпакета далеко ходить не надо. В настоящее время нами еще раз отрабатываются рынки, все торговые точки. Мы буквально на днях проверили рынок сеной. И, знаете, здесь, конечно, по санитарее, я бы сказал, очень ужасное состояние. Смотрите, здесь и туалеты, и мясо лежит вместе с фруктами, и мусорные бачки стоят, и рыба вместе с одеждой. Я, наверное, вот эти материалы передам представителю Роспотребнадзора. Мы сделаем из этого выводы, соответствующие в этом отношении. Сейчас усилим работу, в том числе по наведению санитарного порядка и наведению всех необходимых мер безопасности. Отдельно говорил Александр Ткачев о Сочи. На финише подготовка к Олимпиаде. Важно установить жесткий миграционный контроль на всей территории края. А главы районов могут ориентироваться на опыт Олимпийской столицы, где системно идет работа. В будущем, чтобы покрыть дефицит кадров и меньше привлекать иностранцев, власти предлагают проводить переобучение для безработных. И еще вариант – развернуть рекламную кампанию и активнее предлагать местным жителям вакантные места, которых в крае и особенно в Сочи в преддверии Олимпиады хватает. Исходя от этих статистических данных, притонах, овощных базах и так далее, мы видим, сколько грязи с этим связано. Мы запустили в свою страну, а значит в свой край. И мне представляется, нам просто нужно понимать и учиться жить без этого, без них. Этот год, будущий год – это наша политическая задача. Минимизировать количество мигрантов на территории края разными способами. Естественно, основываясь на закон. Минимизировать. Потому что это к добру не приведет. За четыре месяца с момента первого совбеза по миграции все ведомства в крае активизировали свою работу в два раза. Только самолетами на родину уже отправлено более трех тысяч мигрантов. Из них полторы тысячи с территории Сочи. Домой отправились граждане Узбекистана, Таджикистана, Китая и Молдовы. А за нарушение миграционного законодательства в течение трех лет о поездке в Россию могут забыть более четырех тысяч иностранцев. Отвергнутый крымчанин заминировал автомобиль возлюбленный. Урок «Как нельзя вести себя с девушками» получил житель Крымска. Он выступил и в качестве учителя, и в качестве ученика по учительной истории о крымском Ромео в продолжении выпуска. Чтобы любимая ответила взаимностью, жених пошел на крайние меры. Но не сиренаду спел под окнами юный Ромео, объявил о заминировании автомобиля своей возлюбленной. Происшествие случилось вчера вечером в микрорайоне Платан, возле дома номер 37. Все сейчас находится под контролем, угрозы никакой нету. В принципе, все у нас очевидцы и фигуранты задержаны. Сейчас проводим проверку по факту. Опешившие прохожие и жильцы многоэтажек долгое время находились в шоковом состоянии. Ведь не каждый день видишь под окнами своей квартиры автомобиль, напичканный взрывчаткой. На место происшествия приехал отец девушки, чья машина стала объектом пристального внимания. Мужчина долго не мог понять, что же произошло на самом деле. «Парень клеился в дочке, она убежала от него. Он решил отомстить таким образом?» «Да, сигналил, сигналил. Каждый по слухам, каждый сказал одному другому, это по слухам. Что именно произошло, никто не знает». Телефонного террориста полицейские успели задержать на месте. Сейчас ведутся следственные мероприятия. За такой поступок хулигану грозит уголовная ответственность. По статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Наталья Корня, Марина Андрес, Владимир Попов, Новости, 24 Крымск. Чистота спасет Крымск. Улицы в городе будут безопасными. Их одевают в новые тротуары. Вероника Ежова подробнее об этом. В Крымске еще одной проблемой меньше. На его улицах укладывают долгожданный тротуар. К сожалению, в установленный срок главой города проложить пешеходные дорожки не получится. Однако их завершение в планах до начала морозов. Дата главой поставлена городского поселения до 1 ноября мы должны выполнить. Но, к сожалению, мы даже видим, что к этой дате не справимся, скорее всего, полностью выполнить эти работы. Ставим для себя 15 число. То есть 15 числа все будет готово. Сейчас активно ведется производство работ по восстановлению тротуаров по улицам Фурманово, Свердлово, Горной, Порошилово, Советской, Пролетарской. Сложность работ заключается в том, что наши граждане, жители нашего города в свою бытность на муниципальной территории перед своими домами их обустраивали, облагораживали. И поэтому там были высажены деревья, плодово-фруктовые, также были посажены цветы, были вымощены то ли плиткой, то ли в бетонном, то ли в асфальтном исполнении подъезды. Это нам доставило очень много хлопот в том плане, чтобы мы положили очень ровные и прямые тротуары. Все пешеходные дорожки будут облагорожены бордюрами и выполнены в асфальтовом исполнении. Финансирование их строительства осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов. Что касается планов на следующий год, то при финансировании мы будем выполнять тротуары по улице Таманской от магазина «Гипермаркет» до «Бетонпрома». То есть вся улица будет полностью сделана, новый тротуар. Также новый тротуар будет сделан по улице Троицкой от улицы Синева до улицы Свердлова. Также эта улица будет выполняться нами в Себеновичном исполнении. Что касается, еще планируется тротуар по улице Краснозеленая, по улице Ленина. С появлением новых тротуаров крымчане смогут безопасно передвигаться вдоль дорог по улицам города. Вероника Ежова, Владимир Попов, Новости 24 Крымск. Краснодарский край отметил день кубанского казачества. Во многих городах и станицах прошли парады и гуляния. В Крымске отметили праздник казаки всего Таманского отдела. На встрече с ними побывали и наши корреспонденты. День кубанского казачества на этот раз праздновали в Крымске. В 11 утра все казаки выстроились на площади МКЦ «Русь». Перед началом торжественного парада батюшка благословил кубанских воинов на новые подвиги. Виновников торжества поздравил первый заместитель главы Крымского района Андрей Юшко. Когда утром 7 июля зашла первая вода, в Крымск со всего края прибыло 450 казаков. А к вечеру их было уже тысяча. Приказа все бросить и ехать в зону стихийного бедствия не было. Но казаки помогали всем службам круглые сутки. Брались за любую работу. То, что вы сделали, достойно уважения. И я передаю вам благодарность и низкий поклон от всех крыльчан. От всей души поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, жизненных сил, энергии, крепости духа и новых побед на пути становления кубанского казачества. Во благо жителей нашего края. Во имя памяти наших предков. День кубанского казачества установлен законом Краснодарского края в 2006 году. Ежегодно этот праздник отмечается в третью субботу октября. Хотел бы поздравить в нем кубанского казачества. Праздник он не новый. Откуда, так сказать, не возьмись, не образовался. Дело в том, что Рождество нашей Пресвятой Богородицы. И праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это те праздники традиционные казачьи, которые для казаков очень много значат. И все войсковые праздники, они проходили на праздник Покрова. Поэтому, несмотря на то, что закон Краснодарского края принят в праздновании Дня Кубанского казачества на третью субботу октября, в общем-то недавно, семь лет тому назад, но казаки исконно и традиционно празднуют. Кубанское войско – лучшее среди реестровых казачьих войск России. Сегодня казаки успешно защищают границу, охраняют правопорядок. И при подготовке, и во время проведения Олимпиады 2014 казачество будет всячески содействовать обеспечению безопасности в Сочи. Наши казаки несут службу на объектах транспорта, на стационарных постах у главных автомобильных ворот края, на Красной Поляне. 410 казаков-дружинников уже отобраны для несения службы в предолимпийский Сочи. Нам доверена охрана олимпийских объектов. Это большая и ответственная работа. Большая честь. Ни одно другое войско России этой чести не удостоено. Также казаки активно сотрудничают с правоохранительными органами, борются с незаконной миграцией, говорит Андрей Горбань, войсковой судья Кубанского казачьего войска. Казаки Кубанского казачьего войска участвуют в выявлении мест компактного местонахождения мигрантов, нелегалов. И уже не одна сотня незаконно находившихся на нашей земле, жителей как ближнего, так и дальнего зарубежья, отправились в освоятие или готовиться туда поехать. Сотрудничество казачества и органов правопорядка – подотворный союз, который дает хорошие результаты. Что касается нашей совместной работы, то на сегодняшний день у нас работает дружина в количестве 25 человек, которая, я вам скажу, дает положительные результаты в плане охраны общественного порядка. Совместное несение службы, оно дает свой импульс в плане того, что уже на сегодняшний день обыватель, житель города понимает, что к нему подошел не просто полицейский, но еще и подошел казак. Казак-дружинник – это представитель народа, выходитель из народа, который как бы не заинтересован ни в чем. А он смотрит и осуществляет порядок не только в рамках закона, но и в рамках морали. Активных казаков за заслуги перед отечеством наградили медалями и ценными подарками. Несмотря на непогоду, торжественный парад состоялся и приняли в нем участие полторы тысячи казаков. Сегодня в плане работы с молодежью Таманский отдел лучший в кубанском казачьем войске. У нас больше всего классов казачьих направлений, у нас больше всего казачьих школ, у нас больше всего молодежи охвачены вниманием казаков. Это мы занимаемся тем, что отрываем их от улицы. И казаки, как и в те далекие времена, когда были наши деды и прадеды, и сегодня они же учат доброму детей, уважать старших, учат уважать веру православную, уважать свою Кубань, свою родину, Россию. Вот этим мы занимаемся. По окончании парада праздник плавно переместился на центральные улицы города. 317-ю годовщину на всей Кубани отмечали с размахом. В центре Крымска раскинулась настоящая казачья деревня. Возрождение казачества – важное событие в истории государства российского. Нашу Россию надо поднимать, поднимать с колен, и чтобы она опять стала великой державой. Казаки – гордость Краснодарского края и доказательство тому – достижение кубанского казачества. Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, Александр Недобешкин. Новости 24 Крымск. Более 200 тысяч российских юношей уклоняются от службы на благо Отечества. Такова статистика. Из Крымского района это осенью на военную службу отправились 40 призывников, и до 31 декабря планируется еще 139. Будущие военнослужащие встретились в день призывника. С ними познакомилась Светлана Поляруш. Хочу служить в армии. В первых числах октября Анастас получил повестку в армию и сразу же отправился в комиссариат. Сомнений, идти на службу или нет, не было ни минуты. Его отец служил в Афганистане. Все мужчины в родне отдали долг Отечеству. Он считает, что быть призывником – почетно. Это значит, что ты годен, нелегко служить, но зато закаляется твой характер. 23 октября в Крымске отмечается День призывника. Это значимое событие в жизни Анастаса. Его сверстников – тех, кому исполнилось 18 лет. До 27 лет включительно молодые люди по закону подлежат призыву на действующую службу Вооруженные силы России. Могу вам с гордостью сказать, что проходит много положительных отзывов от командиров воинских частей, где наши ребята-кубанцы проходят военную службу. Сейчас, в осенний призыв 2013 года, из Крымского района отобрано 5 человек для прохождения службы в президентском полку. Это большая честь и, скажем так, доверие, которое оказывают нашим кубанским призывникам. В России призыв осуществляется дважды в год. Первый – в начале апреля, второй – в октябре. В соответствии с 26-й статьей закона, призыв на службу включает медицинское освидетельствование посвящения, заседание призывной комиссии, явку в военкомат для дальнейшей отправки в места прохождения воинской службы и нахождение там непосредственно до отправки. Ранний срок службы составлял целых два года. А с 2008 года призывники проходят воинскую службу в течение 12 месяцев. Светлана Поляруш, Анатолий Мажухин, Новости, 24 Крымск. Великого джина или сокровища древних черкесов? Что нашел крымчанин у себя в огороде? За ответом на этот вопрос он отправился в Крымский краеведческий музей. Наталья Корня рассмотрела историческую ценность. Необычную находку обнаружил на своем приусадебном участке крымчанин Олег Кузьменко. Древний сосуд, а точнее погребальную урну времен 11 века нашей эры. Ну, изначально, когда нашел кувшин, как любой человек, мне заинтересовало, что внутренности, внутри высыпал содержимое. Ну, оказались вот предметы военного обихода, ну, и какая-то там бытовая утварь, ну, и какой-то крошевый из костей. Историческую реликвию мужчина решил передать в Крымский краеведческий музей. Ранее Олег Владимирович пополнил фонд хранилища культуры интересными предметами быта древности. Останки воина черкеса, долгое время хранившиеся в урне, Олег Кузьменко перезахоронил на молдаванском кладбище. Соответственно, все содержимое я передал в музей. Сам кувшин, предметы, ну, останки захоронил на кладбище. Кстати, пользуюсь моментом, хотел бы поблагодарить Вартана Сергеевича, директора кладбища, который отнесся с пониманием, предоставил место для захоронения. По словам сотрудников музея, данная находка является эпизодом древности. Сама урна и ее наполнение, элементы ножа, оковницы, пятки рукояти, наконечники стрел, говорят о том, что владелец всех предметов был воин. Это погребальный набор культуры трупосожжения, когда останки воина возлагали на костер, а после ритуальной трапезы, вот такого огненного погребения, то, что оставалось, складывали в специальную урну и захоранивали в определенном месте. Теперь экспонат древности будет храниться в Крымском краеведческом музее. Наталья Корня, Александр Недобешкин, Новости, 24 Крымск. В следующем репортаже предлагаем приоткрыть завесу и заглянуть за кулисы производства передачи «Модный эксперимент». Любимая телепередача многих крымчанок начинает новый сезон. В первый день следующей недели зрительницы увидят новое превращение в умелых руках профессионалов. Помните ту женщину с жуткими вязаными розочками на кофте из фильма «Рязанова. Служебный роман». Так вот, эти цветочки систематически появляются на представительницах прекрасного пола и вызывают множество разных эмоций у окружающих. Помочь крымчанкам выглядеть элегантно поможет новый сезон передачи «Модный эксперимент» на телеканале «Крымский экран». Для женщины, побывавшей в студии и телевидении, в салоне красоты и цветов, в хорошем магазине – это незабываемое событие. «Модный эксперимент» становится праздником для всей семьи. Муж, дети, поклонники долго обсуждают стиль и сияющие глаза участницы эксперимента. «Ой, какая красавица!» В обыденности мы часто забываем о себе. Просто мало остается времени на себя любимую. Всю частичку тепла и заботы женщина передает близким. При этом не успевает примерить новое платье, новый образ. Но время неумолимо. Есть прекрасная фраза – «Если вы не найдете время на себя, то со временем оно вас не пощадит». 30 минут просмотра в понедельник в 19.30 женщинам помогут оставаться красивой и желанной. «Подходит вам эта длина. Вы согласны, Светлана?» «Да, я согласна. Мне нравится». Несколько лет назад мы с восхищением и долей зависти смотрели на московских дам, которым посчастливилось стать героиней программы с перевоплощением. Теперь в небольшом провинциальном городе появился свой модный эксперимент. И стать ее участницей реально. Отправьте заявки в редакцию телекомпании «Крымский экран» или звоните по телефону 20818. Мы обязательно сделаем вашу жизнь ярче и интереснее. Светлана Поляруша, Анатолий Мажухин. Новости 24 Крымск. Это были главные новости Крымского района. Смотрите нас ежедневно в 19.30 в интернете на сайте TWKrymsTV.com и вы будете в курсе всех последних событий. В завершении посмотрите прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами до следующей пятницы. Как обычно, до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА